Так, вокалу научились, это круто. Орём, поём, всё у нас и опоры, и позиции, и всё у нас здорово, только вот одна незадача, а группы-то нету. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и что же у нас сегодня за тема? А сегодня мы с вами будем думать, как нам жить, если из навыков у нас только умение экстремально вокалировать, ну и вокалировать просто. Но прежде чем я начну, вы должны, обязаны, пожалуйста, подписаться на наш канал, записаться на занятия пробные, почему бы и нет, собственно. Подписаться на группу ВКонтакте, можно задонатить на Донейпэй, мы будем только рады. У меня будет Роллтон, наконец-то, я пожру. Вот с вас вся задача. О чём же мы сегодня поподробнее поговорим? Существует множество разных профессий, вот, например, слесарь, например, плотник, например, монтажник, можно перепроходить переподготовки и прочее. А что делать, если ты экстремальный вокалист? Не, на самом деле, ваш батя вас засмеёт, когда узнает, что у вас в трудовой книжке может быть написано, что вы экстремальный вокалист. Поэтому не стоит грустить, если мы не можем найти себе группу. Не стоит грустить и париться за то, что никто не замечает нас крутого экстремального поворотя нашего времени. Потому что есть и другая профессия, где наши навыки, которые мы получили за счёт обучения экстремальному вокалу и просто вокалу, могут пригодиться. И это мастерство актёрства озвучания или актёрского озвучания. Самое главное, что я правильно сказал, озвучание, не озвучивание, потому что это распространённая ошибка, актёр всегда озвучание. Что же это за профессия такая? Во-первых, профессия актёра озвучания не требует какого-либо образования. Да-да-да-да-да-да-да-да. Тут главное просто усердно работать, впахивать то, чему как раз-таки вас учили ваши вокальные преподаватели. И как раз-таки очень много денег можно с этого заработать на самом деле. Да-да-да. Причём неожиданные самородки такие нередко открываются, которые дарят свой голос нашим любимым персонажам из разных игр, мультиков и так далее. И как раз-таки что общего у актёрского мастерства в плане озвучания, работы ротом, непосредственно вокалом? Первое. Это опора. То есть опора точно так же, как и в вокале, она нужна, чтобы у нас всё не рассыпалось. Чтобы у нас просто-напросто всё не рассыпалось. И это немаловажный момент, потому что очень важно сохранить вот эту вот плотность голоса, вот эту вот всю компрессию голоса. Это всё очень важно для озвучания. Также немаловажно уметь опускать горта, не контролировать её для низких нот, для того, чтобы озвучить каких-нибудь быдлонок или какую-нибудь сексуальную рекламу. Вместе с высокими звуками, для которых очень важно поднять нёба. Что тоже придаст вам широкий диапазон ваших голосовых возможностей. Для озвучки абсолютно разных персонажей, может быть, даже для одного проекта вы озвучите их несколько. Почему бы и нет? Ну и самое главное – дыхание. Если вы посетите какой-то курс озвучания актёрского мастерства в этом плане, вас будут учить дыханию. И дыханию вас будут учить точно так же, как и экстремальному вокалу. То есть вас будут, грубо говоря, контролировать вдохи и выдохи, чтобы выдыхалось минимум, сохранялось максимум. И при этом не было никаких отдышек на записи. Какие преимущества у нас есть, как у экстремальных вокалистов, если мы хотим такой профессией заняться? Да и хуй ему! Господи! Наш голос привык к ещё более экстремальным диапазонам, что даёт нам что? Правильно. Возможности озвучивать чудовище. Вот, зацените, кстати, примеры. Мой маленький евро Креймером Вернесс. Не трогай! Что такое вещи с Каном Эссеном? Пулею пробита, днища котелка! Вот, а вы, наверное, не знали, что так можно, да? А, клад потеряла. А, а, снича клад потеряла. Пулею, хватит копать, снича. Если вы хотите узнать, что такая снича, 50 лайков под этим видео, и я её покажу. Просто вы такого не замечали, потому что мы слушаем озвучку наших отечественных актёров по звучанию. И не все, кстати, используют экстремальные подачи, да-да-да. В основном люди жалуются на то, что озвучив какую-то ту или иную роль, у них случались срывы голоса. И самая интересная тема, как мы на всём этом можем заработать. Во-первых, это портфолио. Всегда нужно иметь портфолио и тренироваться попадать в губы, в синхрон. То есть мы берём какой-то ролик, любой абсолютно там тизер, трейлер и так далее, и просим кого-нибудь его для нас перевести в виде текста. Мы его репетируем, 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 потом заходим в какой-нибудь Sony Vegas, в какой-нибудь Adobe Premiere и пробуем его озвучивать, пока не будет прям идеально. А идеально это когда каждое ваше слово будет подходить в губки. Итак, методом проб и ошибок вы быстрее научитесь озвучивать, конечно же, и у вас будет уже набираться какой-то материал, который вы сможете выложить куда-нибудь на канал или на диск и так далее, и тому подобное. И второй момент, куда это всё показывать. На том же самом ХХРУ и вот вам тут будет ряд сайтов, особенно в описании мы их оставим, где вы можете попробовать себя в этой роли актёра озвучания. Цены достаточно разнятся от 200 рублей за минуту, вплоть до, не знаю, тысяч пяти может за минуту. Вы можете также ВКонтакте рассылать в разные студии то, что вы наозвучивали, ну чисто для себя, для того, чтобы для вас подобрали какую-то роль. То есть это меньшая проблема найти себе работу как актёра озвучания. Единственное, что надо вкалывать, ребята, надо вкалывать, надо втрахиваться, надо в это всё вникать и везде соваться. Если у вас нет группы, то вот вам идеальный заработок, идеальное хобби и идеальное, в принципе, всё. А на этом я с вами прощаюсь. Подписываемся на канал, ставим лайки, рассказываем об этом видео всем друзьям, знакомым, животным, соседям и записываемся обязательно на занятия. Не забываем про это, это важно. А на этом у меня всё. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»